Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в дополнительном уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет иконок, но уже с другими интересными эффектами. Эффекты срабатывают при нажатии мыши на иконку. Я привел несколько примеров. Вот, смотрите, я кликаю, и у нас происходят вот такие вот эффекты. Вы видите, что цвета здесь можно задать уникальные, любые. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, давайте рассмотрим настройки. В данном виджете, в данном примере, мы не берем иконки с какого-то стороннего сервиса. У нас уже забиты иконки в первом поле. Здесь, если вы английский не знаете, вам придется пробегаться по иконкам и смотреть, какие здесь есть. По-моему, здесь свыше 30 иконок. Выбираете иконку, дальше мы можем выбрать размер иконки. Единица – это считается маленький размер и максимум 3. Давайте поставим большую. Так как бэкграунд за иконкой, то есть заливка не отключается, если вам она не нужна, вам придется выбрать цвет вашего заливки, вашей заливки, вашего браузера. Поэтому я не хочу сзади, чтобы была заливка у иконки, поэтому я беру цвет своего бэкграунда. Ну, а цвет иконки уже вы здесь выставляете, какой хотите. Единственный момент здесь непонятен. Вот бутон текст, получается, на кнопке какой-то текст, можно прописать в этом поле, он нигде почему-то не фигурирует. При наведении, при клике я этот текст не вижу. Ну да ладно, если вдруг где-то вы увидите это, то здесь можно, в принципе, написать что-то свое. Дальше как раз самое интересное – эффекты при клике мыши. Также у нас здесь есть ряд эффектов, вы можете выбрать какой-то свой. Ну и два цвета – это у нас вот эти вот анимационные круги, вот эти все эффекты, которые происходят при нажатии мышкой на данную иконку. То есть первый цвет, например, какой-то выбираете, второй цвет, то есть это первый цвет, который начинается, потом второй круг анимационный, который происходит, он вот ниже. Здесь можете выбрать какой-то другой цвет, давайте попробуем какой-то яркий. Ну и прозрачность этих вот анимационных эффектов, вот этих кругов. Давайте посмотрим. Вот вы видели, да? Происходит вот такой эффект. Его плохо видно, потому что это у нас прозрачность. Если хотите, чтобы он был ярче, вы прибавляете вот здесь вот эту прозрачность. Давайте посмотрим еще раз. Теперь вы видите, он очень-очень выразительный. Ну и, соответственно, здесь вам придется поиграться, посидеть, посмотреть, какие есть эффекты. Я сам все эффекты не смотрел. Так что их тут не так уж и много. Можете поиграться и выбрать для себя что-то подходящее. Вот и все. На этом урок я заканчиваю. Увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok